Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы Республика. В студии Татьяна Трофимова. Главные новости Чувашии прямо сейчас. В Чувашии зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 17 заболевших коронавирусом. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев принял решение об ужесточении контроля за вновь пребывающими в республику. Сегодня у нас произошло сразу 9 новых инфицированных. И, к сожалению, опять же, 8 из них на территории поликлиники Клининского городского центра. Мы, конечно же, закрыли и корпус поликлиники, и корпус стационара. На сегодняшний день там приведены все необходимые мероприятия, выявлены все контактные лица, они изолированы. Но для того, чтобы предпринять нераспространение коронавирусной инфекции, мной подписано два нормативных акта. Первый – это указ, в соответствии с которым теперь каждый пребывающий на территории Чувашской республики будет обязан находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней. Кроме того, другим документом мной расширено количество органов исполнительной власти, которые наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, этим же документом утвержден алгоритм взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, с тем, чтобы фиксировать на месте сами нарушения и составлять соответствующие протоколы об этих нарушениях. Все эти люди находятся в инфекционном стационаре БСМП. 8 человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим коронавирусом в Чубаксарах. Еще один человек, житель Канажского района, был обследован после приезда из Москвы. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, медицинские работники и представители администрации города объединились в мобильные группы. Ежедневно они проверяют, как чубаксарцы соблюдают режим самоизоляции. Сегодня в каждом районе города работает по одной мобильной группе. В Московском районе из-за высокой плотности населения их две. Каждая группа в день объезжает от пяти до восьми адресов. Первый раз выезжаем для вручения нашим гражданам, которые должны соблюдать режим самоизоляции, постановление главного санитарного врача Российской Федерации номер 7. В постановлении говорится о необходимой самоизоляции на 14 дней. Его мобильная группа вручает под личную подпись. Всего на самоизоляции сегодня находится 343 чубаксарца. Мобильная группа не только вручает постановление, но и контролирует их исполнение. Большая сложность в такой работе – то, что люди не проживают по месту прописки. В этом случае времени на установку фактического места проживания гражданина требуется гораздо больше. Житель должен находиться на самоизоляции 14 дней. То есть ни с кем не общаться, а находиться дома. Если же ему станет плохо, он станет самоизолироваться. Если же ему станет плохо, он должен позвонить, вызвать медиков, не приходя в больницу. И медики ему оказывают уже первую помощь. В надзорных ведомствах напоминают, что несоблюдение режима самоизоляции влечет за собой административную ответственность. Горожан просят проявить сознательность и не нарушать предписаний. Республика. Не все торговые центры и магазины, которые должны находиться на вынужденных выходных, соблюдают установленный режим. Нарушители вместе с представителями администрации столицы выявляла наша съемочная группа. По указу временно исполняющего обязанности главы республики должны работать только продуктовые магазины и аптеки. Но на данный момент работают некоторые магазины под видом продажи масок и антисептиков. Нам выдали вот такие штуки. Мы работаем в сотовой связи, поэтому мы можем работать. Но ведь разрешено только магазинам работать, которые продают продукты и аптекам также. Вот, вот, вот. Да, да, да. Посмотрите. Прежде чем начать работать, все. Позвонили по всем инстанциям. Можно ли нам работать? 15 раз спросили. Это, как называется, распечатка указа, который на сайте находится. Почему вы работаете? Нам сказали, выйти, мы вышли. А вы маски продаете? Что-нибудь такое? Скажите, пожалуйста. На самом деле, наша работа согласована. То есть, у нас, во-первых, есть товары первой необходимости. Это медицинские маски, пожалуйста. И средства антисептики, которые очень нужны народу, спрашивают каждый день и покупают. То есть, народу необходимы средства для защиты себя от вирусной инфекции. Вот. И, насколько я знаю, постановление тоже разрешает работу нашего магазина. Здравствуйте. Вы же знаете то, что по указу временно исполняющего обязанности главы республики работать можно только продуктовым, магазинам и аптекам. Почему вы работаете? Я выйду. Не буду я с вами разговаривать. Пандемия коронавируса уже нанесла и еще нанесет серьезный ущерб реальному сектору экономики. Предприниматели терпят убытки. Ну и в этом случае стоит помнить, что все-таки свое здоровье и окружающих важнее. Александр Соловьев, Валерий Юзюков, Республика. Пригородные железнодорожные перевозки в Чувашии частично сокращены по количеству поездов. Однако полностью приостанавливать сообщения не станут, даже несмотря на снижение пассажиропотока примерно на 45%. Дело в том, что для некоторых населенных пунктов пригородные поезда – единственный способ добраться до крупных центров. В направлении Канас-Шумерли – станция Пиньера. И вот в этом направлении порядка, по-моему, 7 или 8 населенных пунктов, которые имеют только железнодорожное сообщение. Государственная поддержка на одного пассажира составляет порядка 200 рублей. Ну, если быть точным, 193 рубля на одного пассажира. При перевозке автотранспортом, например, такая поддержка составляет порядка 6 только рублей. Но, тем не менее, железнодорожные перевозки пригородного сообщения для республики являются социально значимыми, потому что они соединяют порядка 53 населенных пунктов, более 40 садовых товарищей. Есть населенные пункты, которые не имеют другого сообщения, кроме как железнодорожные. Ассоциация туроператоров России разработала комплекс мер для поддержки туриндустрии на фоне пандемии коронавируса. В числе предложений о ТОР заморозка до 2022 года выплат туристам за аннулированные туры. Свои идеи ассоциация изложила в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится, что убытки российских туроператоров могут вырасти до сотен миллиардов рублей. Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. На срок заморозки предлагается выдавать туристу депозитный сертификат. Этот документ будет подтверждать сохранение заплаченных туристам денег у туроператора и возможностей их использования в определенный период времени. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 18.00. До встречи.